Сегодня у нас в гостях Александр Бураков, кандидат на пост городского главы. Добрый день. Добрый день. Спасибо, что вы к нам пришли. Перед началом маленький блиц. Коротенькие вопросики. Назовите три ваших сильных качества? Работоспособность, целеустремленность и все-таки доведение дела до конца. А какие черты характера вы не воспринимаете в людях? Понимаете, попа лизания это в первую очередь. Я никогда никому ничего не целовал, за исключением только женского лица. Откровенная глупость и упрямство. Потому что упрямство, оно может быть где-то плюсы, а в основном это минусы. А скажите, какую последнюю книгу вы прочитали? Я еще не прочитал. У меня электронная книга, где закачано порядка трех тысяч книг. Каждый вечер я читаю. На сегодняшний день это Куликов, это российский автор, который пишет раздел в основном по взаимоотношениям Украины, России, Ирака, Афганистана. Вот такой раздел. То есть чисто военно-патриотический. Интересно. А какая историческая личность вам импонирует? Историческая личность? Ну, наверное, все-таки это Петр Первый, который рубил окно в Европу. Который не стеснялся и в Голландии работать плотником и быть простым моряком, несмотря на свой царствующий сам. Понял. Какая ваша мечта? Моя мечта... Я уже 33 года живу в этом городе и я хочу жить в красивом, хорошем, процветающем городе. Вот это мечта. Я понял. Ну что, перейдем к основной части. У меня есть 4 конверта. В них 4 вопроса. Они все одинаковые для всех. А у вас есть 3 минуты, чтобы на каждой из них ответить. Помирайте. Чеварто продолживает ритуаты, ведь банкротство КПО ЖКГ. Прицому не залышит из без тепла. Это очень сложный вопрос. Вот как для меня до сих пор непонятно, откуда берутся долги. На сегодняшний день я кому не задавал вопросы, никто четко сформулировать не может. Откуда же все-таки это долги? Кто-то говорит, это попередники, кто-то говорит, это уже нынешняя Влада. Да, за последние 5 лет долги выросли, по-моему, в 5 или в 6 раз по сравнению с тем, что было при Удовиченко. То, что у нас есть замещение нашей котельной, это тепловая котельная, которая построена возле подстанции. Я, насколько могу судить, она может полностью заменить подачу тепла в наш город. Но, опять же, это надо все смотреть, это технические характеристики. То, что сейчас у ЖКХ находится уже более 6 или 7 лет в банкротстве, я как бы это не приветствую. Всю жизнь управления жилищно-коммунального хозяйства была прибыльная сфера. Прибыльная. За нее дрались, за нее платили, платили взятки, чтобы попасть туда. Почему убыточная? Нам, жителям города, на этот вопрос до сих пор никто не ответил. Он ни директору ЖКХ, ни мэр, ни заместитель мэра. Я ответил на ваш вопрос. Спасибо. Там еще есть, да? Тут еще. А, конечно. Следующий. Потому что, на самом деле, вопрос по ЖКХ – это очень серьезный вопрос. И просто так подходить к нему, махнул шашкой, уничтожил у ЖКХ – это, конечно, нонсенс. Хотя, с другой стороны, я вам скажу, что когда разбили у ЖКХ по коммунальным предприятиям, это тоже нанесли большой раздел. Я к зарубительству Лавуч приваблен для инвестора. Если бы я сказал, да никак, это было бы неправда. На самом деле, Лавуч, он очень привлекателен для инвесторов. Что со стороны Белоруссии, Белоруссия вот она рядом, что украинских инвесторов. Другое дело, хотят ли они зайти в этот город. Ведь они на самом деле, инвесторы, готовы куда-то вкладывать деньги. Я вам простой пример приведу. Два года назад, всеукраинская компания Кернул, знаете, такую, которая зерном занимается, она предложила мэрии города Лавуч на территории, принадлежащей Лавучу, поставить зернохранилище. Зернохранилище с химическими лабораториями, чтобы потом зерно либо баржами, либо по железной дороге отправлять на экспорт. К согласию они пришли. Какие там вопросы были, откаты, неоткаты, я говорить уже не буду, но на сегодняшний день в Репках эти зернохранилища строятся полным ходом. Вот это опять же вопрос к инвесторам. Я представляю Раду национальных спельнот Украины, такой же вопрос задал там. Есть небольшие проекты, 5 миллионов евро, 10 миллионов евро. На сегодняшний день это суммы небольшие, которые можно было бы при помощи наших соотечественников за границей инвестировать в город. Тем более территории есть, тем более договор о сотрудничестве с Любищем, с Михаилом Коцубинском у нас есть. Поэтому люди готовы были бы. Но они сказали, поменяйте сначала власть, сделайте нормальных, нормального поставьте мэра. После этого мы приезжаем и обсуждаем все вопросы. Спасибо. Третий вопрос. Казалось бы, для чего выбор, если их всего 4? Основные напрямки розвитку МИСТа на ближайшие 5 роков. Первое. Чтобы я на своем месте сделал. Во-первых, нужно объединить наших депутатов Славучского городского совета, чтобы депутаты думали о перспективах города, в первую очередь, а не о собственном кармане, как это частенько бывает. Второе. Инвестиции, в первую очередь. Это как второе направление. Инвестиции. Образование. Это у всех кандидатов в мэры вот такие вопросы. Образование, условия проживания, безопасность и как мы дальше будем развиваться. Можно остановиться даже на таких вопросах, как про инвестиции мы уже говорили. Образование. Но ведь на сегодняшний день, на самом деле, я сошлюсь на нашего общеславучически известного политика Исхакова, Ильгиза. Четыре школы – это занадто для Славучища. Ведь на самом деле, если школа загружена на 30-40%, это очень плохо. Если увеличить наполняемость школы хотя бы до 60-70%, сразу же увеличивается субвенция со стороны государства, то есть то деньги на содержание школ. Дальше. Я слышал очень неплохую идею вторую школу сделать как начальную школу для начальных классов. То есть отдельная школа для всех малышей. Всех малышей из четырех школ собрать в одну школу и пускай они варятся в своем соке. Они с 9 и 10 и не с 11-ти классниками. На самом деле, все-таки возраст такой. Это отличная идея. Следующая. Безопасность в городе. По безопасности в городе можно говорить сколько угодно. Мы тут и камеры ставили, мы тут и милицию, полиции нашей помогали. У нас уже две охранных структуры находятся в городе частных. Если мы сами не начнем в нашем городе наводить порядок, ни полиция не поможет никто. Мы все прекрасно знаем, где у нас бомжи сидят, где у нас алкоголики сидят, где у нас наркоманы тусуются. Все мы это прекрасно знаем. Какие бары? Почему-то под Баром Волково драк нет, под Атланты всегда драки. Но Атланты сейчас не работают. Поэтому безопасность это в первую очередь. Ведь много людей, которые приезжают ко мне в гости, к людям, к моим знакомым в гости, они поражаются, что здесь дети ходят спокойно. То есть дети идут в школу самостоятельно, дети приходят со школы, дети вечерами гуляют. Это же очень хорошо. То есть нужно просто удосконалить, или как это перевести, усовершенствовать нашу систему безопасности в городе. Понял. Спасибо, три минуты. Вышли. Последний вопрос. Самый сложный, наверное. Они как попадется. Чеможливо реаниму мулаты медицину в Славуще, и як це зробитое. Зробитое. Вот. Сейчас я отвечу. В первую очередь у нас большущий медицинский городок, который находится среди сосен, среди леса, свежий воздух. Создайте хосписы. Только не коммунальные, а частные. На сегодняшний день я знакомился, вот совершенно недавно, знакомился с людьми, которые занимаются постройкой хосписов для города Киева, для Чернигова, для Днепропетровска. Понимаете, частный хоспис – это вещь очень дорогая. Но это, в первую очередь, медицинский персонал, это врачи, это нянечки, которые обязательно там есть. И представьте, когда богатые люди, а у нас их в стране очень много, хотят хотя бы на месяц поселить своих родителей, но в достойные условия. Здесь маникюр, парикмахерская, бар внизу, чтобы родители, старички могли выпить хорошего вина по фужеру. Пройтись погулять по территории. Вкладываются очень большие деньги. Эти хосписы, они все на самовыживание, на самоокупаемости. Коммунальный хоспис к хорошему не приведет. Только частное должно быть. Наша медико-санитарная часть. Ну, здесь вопросов больше, чем ответов. Я еще не знаком с генеральным директором славуческой медико-санитарной части, но я был знаком и с Ладожевым, и с Кулешом, и с Шеленко. Здесь тоже очень много вопросов. И, кстати, один из вопросов, почему медико-санитарную часть из Минздрава такими быстрыми шагами передавали в коммунальную властность. Ведь на сегодняшний день центральная, как она называлась, медико-санитарная часть, специализирующая на радиационных облучениях, могла спокойно существовать за счет Минздрава. Но тогда глава секретарь Рады Словуческого совета Борисов убедительно наставил, что это детище нужно обязательно передать в город. Да, передали. На сегодняшний день город несет убытки порядка 50 миллионов в год, если не больше. Я думаю, что за счет округи, я не знаю, как это еще сделать, ведь на самом деле близлежащих территориальных громад, как они сейчас, они не сел, они территориальные громады, старостинские округи, можно спокойно подпитывать нашу медико-санитарную часть деньгами. Пускай это будут небольшие деньги, но это содержание врачей, это закупка медикаментов и так далее. Я думаю, что медико-санитарная часть может спокойно выживать. Но для этого нужно взять руки в ноги, ноги в руки, поехать в Чернигов, договориться, заключить договора с Черниговым. Спасибо. У нас еще маленький бонус есть. Сейчас можно даже продолжить. У вас есть три минуты, чтобы обратиться к избирателю. Друзья, я не буду говорить, кто хороший кандидат, кто плохой кандидат. Каждый для себя уже наверняка принял решение о том, за кого, кому или за какую партию он отдаст голос. Я баллотируюсь от политической партии «Пропозиция». Это партия, которая выросла снизу доверху. Нет ни одного олигарха. Поэтому прошу вас, придите на выборы, отдайте свой голос за того, за кого вы хотите отдать. Главное, чтобы народные избранники были именно от народа. И мэры были такими, какими вы их хотите представлять. Большое спасибо. Спасибо вам.